Ты кто такой? Джихан Ву! Наш сегодняшний герой является одним из самых влиятельных людей в криптоиндустрии. Предприниматель, финансовый аналитик, биткоин-евангелист, основатель компании Bitmain, автор книг и лекций. Речь идет об одном человеке, именно с ним нам сегодня предстоит познакомиться поближе. Поехали! Джихан Ву родился в столице Поднебесной в 1986 году. В школьные годы молодой паренек практически ничем не отличался от своих сверстников. Семью Джихана нельзя было назвать богатой. Однако Ву ходил в местную среднюю школу Чунцин Нанькай, являющийся одной из лучших в районе, где жил наш герой. Высшее образование Джихан получил в Пекинском экономическом университете, где изучал такие дисциплины, как экономика и психология. Но, как и большинство других выдающихся личностей криптомира, Ву не любит акцентировать внимание на своей биографии, отдавая предпочтение светским беседам о своей профессиональной деятельности. Интересно, но Джихан твердо верил в свободную рыночную экономику, выступая против всех форм государственного вмешательства. И, как показывает практика, невидимая рука все-таки нашла своего подражателя, правда, в несколько ином виде. Да и вообще, учитывая социалистические настроения Китая, подобные идеи плохо коррелируются с экономической доктриной страны. Однако в сегодняшней вариации экономики страны вполне уместны сравнение командной и рыночной формаций. Знакомство нашего героя с миром криптовалют произошло спонтанно. В принципе, большинство гений в криптоиндустрии так или иначе познакомились с децентрализованными валютами случайно. И Ву не оказался исключением из этого крайне странного правила. До начала предпринимательской деятельности Джихан работал инвестиционным менеджером в China Grant Prosperity Investment. Ву успел поработать и в других компаниях, где занимал различные должности от маркетолога до аналитика. Впервые Джихан Ву услышал о криптовалюте в 2011 году. На тот момент он работал управляющим инвестициями в банке. Ву потребовался всего год на то, чтобы изучить все тонкости и нюансы цифровой валюты. Став настоящим гуру криптовалют, Джихан создал собственный форум, с помощью которого активно проповедовал в китайском интернет-пространстве. В частности, Ву перевел труды Сатоши на китайский язык и стал активно внедрять в массы идеи о биткоине. Примечательно, что Ву не останавливался на одурманивании лишь рядовых граждан Китая. В частности, он предпринимал попытки оказать воздействие на правительство страны, чтобы то восприняло все преимущества блокчейна как основы для совершенствования различных систем государственного управления. Вместе с тем, Ву начинает активно инвестировать в криптовалюту. Уже на ранних этапах своей деятельности ему удалось приобрести свою первую криптовалюту. Известно, что стартовые сделки по покупке биткоина Джихан провел с компанией Таобао. В те времена Джихан Ву был глубоко убежденным либералом, выступая против централизованной валюты Ripple и считая свободный и открытый код биткоина колоссальным преимуществом. Он даже посмел открыто критиковать хупертиновцев с ее закрытым исходным кодом и поддержал проект Google X, который, по его мнению, действительно может изменить мир. В 2013 году Джихан совместно с программистом Мик Риджаном основывает компанию Bitmain Technologies. На ранних этапах существования компания занималась выпуском чипов для майнинга и айсик-устройств. Что интересно, Джихан стал своеобразным врагом для всех майнеров, добывающих криптовалюту с помощью вычислительных мощностей видеокарт. А все потому, что разработка Bitmain потеснела всех криптодобытчиков. За пару лет Ву вместе со своей компанией добился монополии в индустрии добычи криптовалют. В 2017 году случилось поворотное событие для всей криптоиндустрии. 1 августа Bitcoin пережил Hard Fork, однако это стало стимулом для Джихана Ву выйти на совершенно новый уровень влияния на индустрию. Известно, что Ву не был сторонником Hard Fork, но учитывая сложившиеся обстоятельства Джихан стал тем, кто распечатал ядерный чемоданчик и нажал на красную кнопку Hard Fork. Он прекрасно понимал, что хешрейт, который сконцентрировался в его руках, был лучшим спусковым механизмом для запуска форка. С того момента и появилась знаковая криптовалюта Bitcoin Cash, в основе которой лежала идея больших блоков. Вероятно, что властные полномочия и побудили Ву пересмотреть свои взгляды, ведь мы прекрасно понимаем, что власть, сконцентрированная в одних руках, порабощает. С тех пор Джихан Ву и стал тем самым серым кардиналом криптоиндустрии, прослыв своеобразным диктатором. Очевидно, что все зловещие эпитеты появились как раз из-за хардфорка биткоина. Но еще на заре своей криптокарьеры Ву высказывался диаметрально противоположно обо всех основателях криптопроектов. Цитата. «В программах с открытым исходным кодом невозможна демократия, поэтому программное обеспечение для них очень запутанное и абстрактное. В большинстве случаев всем понятно, кто чего стоит, поэтому простым голосованием невозможно решить, как должна работать программа. В некоторых проектах процветает тирания. Возможно, поэтому в Microsoft так ненавидят разработчиков программ с открытым кодом». Конец цитаты. Как утверждал сам Джихан, тирания возникает из-за склонности людей к повиновению и подражанию другим людям, обладающим определенными качествами. Высокий уровень популярности устройств компании, несмотря на наступившие в ходе падения рынка криптовалют в 2018 году не самые радужные времена, побудил владельцев Bitmain Technologies обратить внимание на другие сферы производства. Одним из новых направлений работы Bitmain стала область искусственного интеллекта. С именем Джихана Ву также связывают другие знаковые события для индустрии. Например, он причастен к многочисленным атакам на сеть биткоина. Также с его подачи произошли многочисленные вбросы в СМИ, включая крупные издания, повлекшие за собой существенные изменения котировок основных криптовалют. Как бы мы ни относились к Ву, создание компании Bitmain Technologies, саморазвивающиеся чипы, хардфорк биткоина и поддержка Bitcoin Cash – это знаковые события для индустрии. Очевидно, что личность Джихана Ву вызывает бурные дискуссии у каждого, кто тем или иным образом связан с криптосообществом. В книгах по истории блокчейна Ву, несомненно, останется ключевой фигурой. Его влияние на первых этапах становления этой области было весьма значительным. И как бы вы ни относились к его взглядам и действиям, он совершил своего рода революцию. Ну что ж, Джихан Ву, теперь мы знаем, кто ты такой. Не забывайте ставить лайки, самое главное – пишите в комментариях свое мнение по поводу нашего сегодняшнего героя и делитесь предположениями о следующей личности, которая обязательно появится в наших выпусках. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы в следующий раз быть в числе первых, кто познакомится с очередным гением из криптосообщества. Exmo. Мы говорим о людях.